На глубине трех метров под Приморским бульваром археологи ищут следы Хаджибейской крепости. На этот раз раскопки проводят в 25 метрах от памятника Дюку. На данный момент нашли уже очень много турецких трубок, а также керамику русскую, конца 18-го, начала 19-го века. Около 30 трубок турецких, много керамики и турецкой, и русской керамики, и ордынская керамика тоже попадалась. Несколько фрагментов античной керамики, очень много бутылок, подсвечники, очень много всего. Эти находки дают именно тот случай, когда количество переходит в качество. Они дают представление о и так далее и тому подобное. Они основа результата, основа выводов. Действительно, несколько тысяч находок, если так рассуждать в массе своей, от последнего черепча и черепка до каких-то турецких трубок, действительно много. Эксклюзивных находок не так много. Среди них обращает внимание, безусловно, на себя коллекция турецких трубок. Чтобы осветить раннюю историю Одессы и все-таки найти остатки Хаджибея, исследователи постепенно изучают разные участки Приморского бульвара. Во время прошлогодних осенних раскопок нашли турецкую артиллерийскую батарею, а также следы Золотой Орды. Новый раскоп должен создать полную картину прошлого Хаджибейской крепости. Цель совокупна. Конечно, в первую очередь мы не можем отказаться от идеи найти этот самый замок. Безусловно, эта идея, эта цель одна из главных. Но мы даем себе отчет в том, что археология – наука непредсказуемая. И этот перспективный квадрат, который мы сформулировали для себя, вот 50 на 50 метров, перспективный квадрат, он уже ограничен двумя раскопами. Вот тот самый осенний прошлого года был заложен, грубо говоря, на северной его черте, вот этого условного квадрата, где должен был располагаться замок, по нашему мнению, согласно всей совокупности данных. А вот сейчас мы заложили раскоп на его южном, другом краю. Выводы делать рано. Исследование пока не закончено. Но археологи констатируют, признаков присутствия крепости в раскопе номер 2 больше, чем в первом. Впрочем, эта версия также требует доказательного обоснования. Я вам так скажу, что в этот раз, давайте аккуратно выражусь, признаков его близкого присутствия много-много раз больше, чем в прошлом году в раскопе номер 1. Еще одна цель раскопок – это выявить исконные границы археологического памятника Приморский бульвар. Ведь на данный момент они охватывают часть от Думской площади до памятника Дюку. Мы вообще проводим исследование Приморского бульвара для составления паспорта памятника Приморский бульвар, потому что в данный момент именно памятником Приморский бульвар является территория от Думской площади до памятника Дюка. А уже от Дюка до Воронцовского дворца – это не памятник. А мы проводим исследование, дабы доказать, что тут тоже находится мощный культурный слой, и эта территория тоже должна быть памятником. Кроме того, археологи нашли остатки первого мощения Приморского бульвара плитами песчаника и тротуарными бордюрами эпохи Воронцова. Именно под этим слоем 1820-х годов и находится мощный слой, который и связывают с первыми годами существования Южной Пальмиры. У нас есть маркировка верхняя, вот Воронцовская. Мощение тут обнаружено было. Плиты песчаника, которыми была желтая песчаника, которыми была выложена вот эта вся площадь, и она была выложена до создания Дюка, до создания постамента Дюков и до создания лестницы. Почему я так говорю? Потому что мы сегодня находимся на уровне, допустим, входа на лестницу, а вот эти плиты на 70 сантиметров ниже. И вот это все маркирует на самом деле нам хронологию, потому что слои, да, стратеграфия, она вот важна. И вот под этим мощением 20-х годов, 1820-х годов, имеется в виду, да, вот находится уже мощный слой, связанный с первыми годами существования Одессы и последними годами Хаджибея. Одесситы и гости города активно интересуются раскопками, поэтому в перерывах между работой специалисты проводят мини-лекции для самых любопытных. У всех одинаковые вопросы, что вы здесь делаете, кто вы такие, что вы ищете, когда вы закончите, и что вы нашли. В принципе, у всех вопросы одинаковые, рассказываем. Ну, в основном у нас присутствуют на раскопках и доктора наук, и с нашего университета, и с Мечникова. И рассказывают чаще всего историческое, что здесь было, о Хаджибеи, о ранних годах после основания Одессы. Впрочем, останавливаться на достигнутом команда историков и археологов не собирается. Исследование продолжится, но уже в другой части Приморского бульвара. Кристина Черновалова, Константин Ищерет, Телеканал Репортер.